1 Петра 5.8, там есть такие слова. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В современном переводе «будьте бдительны и бодрствуйте, ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рыкающий лев, в поисках жертвы». Вы знаете, недавно смотрел видео о том, как львы в Африке охотились на одного кабанчика. И там такая картина, в общем, прерии, вот эти кусты, и кабанчик такой маленький, безобидный, бежит себе один по дороге. И показано, как вот львы, они как бы прячутся, поднимают голову, опускают. Но он их не видит, он бежит, и угадайте, что произошло, когда он приблизился к их территории. В общем, нету больше кабанчика. Друзья, мы на войне, и мы на духовной войне. Это невидимая война, но результаты они видимы и ощутимы. На войне попадают в плен, попадают в тюрьму за колючую проволоку, на войне убивают. И вот некоторые братья и сестры, которые окружают нас, они находятся в плену. Они улыбаются, они говорят, что у них все хорошо, у них красивые фотографии на Инстаграм, на Фейсбуке. Мы не видим их цепей, мы не видим решеток, мы не видим колючей проволоки, но эти люди, они не свободны. И знаете, когда человек находится в тюрьме, вся семья страдает. Страдает финансово, страдает эмоционально, страдают отношения, страдают дети. Но знаете, что самое страшное? Самое страшное это то, что некоторые даже не подрезревают, что они за решеткой. Но есть некоторые измученные, которые просят, которые просят о помощи. И я хочу привести ниже маленькое, несколько просто посланий, которые мы получили из нашей церкви, из других церквей. Это крик о помощи. Первое. Нам нужна помощь. Мой муж пристрастился к порнографии с подросткового возраста. Он член церкви, поет в хоре, участвует в хлебопреломлении и в то же время занимается своими делами. Много раз уже каялся, исповедовался, но победить и освободиться не может. Следующее. У меня возникают мысли о том, чтобы покончить с собой или убежать. А иногда возникают мысли о том, что я никому не нравлюсь. Так красиво женщина написала эти строки. Я хотел бы, чтобы помолились за свободу от непрощения и боли по отношению к семье, к людям в моей церкви, которые причинили мне боль. Следующее. Нуждаясь в освобождении от духа похоти. Следующее. Я в алкогольной зависимости, проблемой в семье. Следующее. У меня страх и тревога. Помогите. Следующее. Во мне много непрощения, похоти. Я не могу контролировать себя в определенных ситуациях. Следующее. Я уже более двух лет как пристрастился к фентанилу и нуждаюсь в свободе. Это лишь некоторые послания, с которыми нам приходилось встречаться, молиться. Вы знаете, друзья, я тоже был в плену, тоже был в зависимости. И 20 лет назад Иисус освободил меня. Он вывел меня из тюрьмы в зависимость. И я очень хорошо понимаю этих людей. Я помню, как я приходил в церковь, как славил Бога, ликовал, а потом шел домой и смотрел разные картинки. Я помню, как мой дух разрывался. Знаете, он тянул меня к Богу, но плоть тянула меня к греху. Я помню мои молитвы, они были очень слабые, потому что мне не хотелось читать Библию, а я пребывал в грехе. И я жил от воскресения до воскресения. Но знаете, сегодня я свободен. Слава Богу! Я просто благодарю Бога за Его великие милости, которые Он являет. Знаете, когда я помолился Богу, это была чистая и искренняя молитва. Я сказал, Боже, я больше так не могу. Я не могу и там, и там быть. Помоги мне. И Он освободил. Слава Ему за это. Знаете, сердце Иисуса и сегодня, чтобы спасать и освобождать. И вот сегодня, в течение вот этого времени, мы рассмотрим следующие вопросы. Первое. Как дьявол ловит и берет в плен? О его тактике. Мы проведем тест и посмотрим, в ловушке ли ты. Следующее. Мы разберем пути, как выбраться из ловушки и больше туда не попадать. Мы знаем, что миссия дьявола, помогите мне, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить нас. Он пришел разрушить тебя, твою семью. Разрушить тебя, как отца, как мать, как сына, как дочь, как родителя, как служителя. Вы знаете, что его посланники, они работают и наблюдают за нами 24 часа в сутки. Они видят нас, когда мы не в церкви. Они видят, куда мы посвящаем наше свободное время. Они видят, где наши сердца. Они изучают нас и бьют, и уловляют нас в наших слабостях. Но, знаете, друзья, у меня хорошая новость. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Он тот, кто имеет власть на небе и на земле. Он тот, кто и тот, кто в нас больше, чем тот, кто в этом мире. В начале своего служения Иисус объявил о своей миссии. Мы читаем это в Луки 4, 4 глава 18. Написано, Иисус был в синагоге. Ему подали книгу Исаия, 61 глава. И он прочитал следующие строки. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня и послал проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Знаете, дьявол, он ненавидит нас, потому что мы есть Божье творение. Он ненавидит и хочет погубить нас. Но убивает он порой не сразу. Вначале он ловит, ловит нас за нашу похоть. Иаков 1, 15. Похов же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Дьявол действует очень многими методами. Он выдумывает разные методы, но ничего нового нет. Уже тысячи лет это одни и те же методы. Я хочу привести некоторые из них. Первое, я называю это мышеловка. Кто-то помнит, что такое мышеловка? Да? Это какая-то клетка небольшая или по-другому там еще дощечка. И вот что характерное, что там настоящий сыр. И вот мыши чувствуют вот этот сыр или колбасу, и они лезут туда и попадают в мышеловку. И после этого расплата смерть. И вот так же и в жизни. Первая рюмка, шприц, они бесплатно, но это все ведет к смерти. Следующее, это отравленная пища. У меня есть приятель, который занимается тем, что уничтожает всяких там насекомых, крыс, мышей. И он говорит, у них есть разные методы. И он говорит, что очень часто они берут настоящую хорошую пищу и подмешивают туда яд. Где-то 1% яда. Либо какое-то средство, которое предотвращает размножение. И вот когда крысы находят вот эту еду, они едят и несут это все в свое гнездо. И питаются другие, и получается, и погибают другие, и так они умирают. И вы знаете, умирают они не сразу. И вот так же и в жизни. Часто отравляясь сам, муж несет эту отраву в дом. И принуждая жену к разным извращениям. Следующее – это блесна. Есть здесь рыбаки? Вы, наверное, знаете, что такое блесна. Блесна – это то, на что ловят иногда рыбу. То есть это кусочек или металла, или какой-то пластмасски. Она покрашена, как рыбка. Может, перья какие-то есть. И вот когда ведут эту блесну по воде, рыба, она думает, что это рыбка, хищная рыба. И она хватает ее. И когда она ее хватает, ее вытаскивают и жарят. То есть они ловят и жарят. И вот смотрите, рыбка-то не настоящая, но выглядит как настоящая. И вот то, что ты смотришь на Фейсбук, что ты смотришь на Инстаграм, на других сайтах, знаете, это не настоящая жизнь. Это не настоящая любовь. Знаете, когда неверующий человек заходит в церковь, мы обращаем на него внимание. Он отличается, согласитесь, да? И вот к нему подходят люди, они начинают ему рассказывать о Боге, о спасении, о церкви. И вот то же самое происходит, когда верующие приходят на территорию дьявола. Вот когда мы идем в те места, допустим, это какие-то бары, какие-то сайты блудливые, знаете, вот сразу демоническая сила, они посылают вот таких вот духов, которые как бы окружают этого человека и начинают ему что-то нашептывать. Знаете, и если мы проповедуем людям о жизни, о истинной жизни, о спасении, то там проповедуют ложь, там обольщают о ложной любви, о ложном успехе, о ложной красоте. И выглядит это все как бы натурально. Так что ничего нового дьявол не изобрел. Там также есть миссионеры, которые именно трудятся над тем, чтобы совпадить очень многих неверующих. Следующий способ – это вирусы. Я уже говорил, как-то приводил пример, что человек очень похож на компьютер. И вот главная проблема в компьютерах – это вирусы. И компьютер, когда новый, все работает, но когда у него вирусы, он начинает очень медленно работать, какие-то программы работают, что-то не работают, какие-то функции не работают. И вот так же самое, когда человек, когда он заболевает какими-то вирусами, у него температура, его ломит всего, он не трудоспособен, он не может функционировать нормально. И вот так же в духовном мире. Когда мы цепляем вот эти духовные вирусы, человек, он вроде как сидит нормально, но он где-то вот медленный, что-то он не может делать, к чему-то он не предназначен. Поэтому очень важно иметь антивирусную программу или фаерволл. Это те, кто знакомы с компьютерами, знают, что это такое. А что для нас фаерволл – это Слово Божие. Это Иисус, когда Он сказал, «Прибудьте во мне». Ниже я хочу привести примеры ловушек и открытых дверей для вирусов. Первое я хотел бы начать – это друзья и компании. То есть очень важно, кем мы окружаем себя. Я в первую очередь говорю это детям, подросткам и родителям, чтобы смотрели, потому что негодные сообщества развращают. Вот. То есть, друзья, сразу хочу спросить, вот проанализируйте, ваши друзья или знакомые, они приближают вас к Богу или отдаляют? Потому что я встречался с некоторыми, вроде нормально, брат, все горел, потом его в баню пригласили, потом пивом угостили, потом еще чего-то, и он уже через какое-то время отдалился. Проверьте свое окружение. Следующее – это зависимости. Нет, кстати, я хотел еще сказать за друзей. Знаете, очень многие, особенно молодые, молятся о том, чтобы Бог послал мужа или жену. И вот они молятся, берут посты, и я говорю, ты знаешь, ты проверь, вот после того, как вы познакомились, у тебя появилось больше желания быть с Богом, или эта связь, она отдаляет? Бог никогда тебе не даст человека, который бы отдалял тебя от Бога. Он никогда не даст тебе человека, который будет принуждать тебя к сексу, до брака, или заниматься чем-то еще. Согласитесь. Значит, следующая открытая дверь – это зависимости. Вот когда-то кто-то что-то попробовал, понравилось, и он там и остался. Вот это и есть зависимость. Человек думает, что он не в зависимости. Но вот вопрос – а ты можешь оставить это? Если нет, ты в зависимости, ты раб. И существуют разные виды зависимости. Допустим, соцмедиа. Там очень много ловушек. И я знаю, о чем говорю. Знаете, когда-то запрещали смотреть телевизор. Сейчас телевизор у каждого в руке. И самое интересное, что этому подвержены не только молодые, но и пожилые люди. И они проводят очень много времени на Ютьюбе, Инстаграмах, на Фейсбуках. Знаете, человек часами находится в плену. Он попал в сети. Следующие зависимости – это компьютерные игры. И самое интересное, есть и дети, и взрослые. Алкоголь, наркотики, никотин, вейпинг. Сейчас тоже некоторые пробуют. Ну, вроде же, это же не сигареты. Порнография. Знаете, порнография – это приятная смерть. И если раньше обычно мужчины попадали в эти сети, то сейчас все больше и больше попадают туда и женщин. И ученые сказали, что при просмотре картинок задействованы те же участки мозга, что и употребление наркотиков. Они посылают сигналы удовольствия, и это губит человека. Губит и разбивает семьи. Поэтому, друзья, не обольщайтесь. Смотря эти картинки, ты грешишь. Ты прелюбодействуешь. Ты в сердце своем прелюбодействуешь. И твой ум гибнет. Матфея 5, 28. Слова Иисуса. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожжалением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Притчи Соломона 6, 32. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Следующая ловушка – это ложь или страх. И в последнее время мы очень много сталкиваемся с такими ситуациями, когда дьявол поймал верующих на блесну лжи. И теперь этот человек находится в плену страха. И вот этот человек говорит, допустим, я плохая жена, я плохой муж, я плохая мама, плохой отец, я не спасен, у меня никогда ничего не получается, меня никто не любит. Скоро мы все погибнем, и мы тоже. Знаете, очень много новостей сейчас, такие немного позитивных новостей, а больше такие, что все рушится, все разрушается. И вот человек нас смотрит, все крушится, и мы тоже срамы. Следующее – Бог меня никогда не простит. Знаете, эти мысли посылает дьявол, и вот когда люди принимают эти мысли, они попадают в тюрьму страха. И находясь в этой тюрьме, они мучаются. И, знаете, было такое, когда молишься с этими людьми, думаешь, ну, неужели человек может в это верить? Неужели вот такое обольщение пришло? И эти люди очень часто находятся в бессоннице, они не могут спать, они пребывают в панике, или по-английски там еще экзайте, тревоге, в страхе, в раздражении. У них проблемы со здоровьем, они хотят покончить жизнь самоубийством. Знаете, страх разрушает человека, разрушает отношения в семьях. И вот я хочу сейчас обратиться ко всем вам. Руку поднимать не надо. И мне хочется спросить, может, ты уже в ловушке? Ты полез за сыром, погнался за блесной, но, может, ты уже отравлен? Может, ты говоришь и мечтаешь о многим, но проверь свое сердце. Куда ты вкладываешь деньги и свободное время? Что ты любишь читать? Что ты любишь смотреть? О чем ты мечтаешь? Твоя жизнь открытая или ты что-то прячешь? Знаете, сейчас очень много паролей, туда очень тяжело зайти. Люди закрывают часто свои телефоны. На телефоны ставят специальный скрин, чтобы никто не видел. В моем доме все мои телефоны и компьютеры, они открыты. Мои дети знают пароли. Я иногда не знаю их паролей, но они мои пароли знают. И вот я вам хочу сказать, если тебе надо что-то плакать, ты же там не секретный сервис такой, знаете, что там FBI, что тебе там информация. Значит, у тебя что-то есть не то. Если кто-то заходит и резко закрываешь, значит, что-то нечисто. Некоторые люди говорят, я просто провожу много времени, это не повредит. Знаете, мне понравился вот этот пример, если жабу кинуть в горячую воду, она почувствует вот этот хит и она выскочит. Но если жабу посадить в холодную воду и начать подогревать, то она постоянно будет акклиматизироваться, она даже не поймет, как она сварится. И вот очень многие сидят в церкви, но они похожи на вот этих вареных жаб. То есть они еще есть, но они уже наполовину сварены. Ниже мне хочется привести примеры, когда ты в ловушке. Может быть, это как бы какой-то тест такой будет. Когда ты отравлен. Первое, ты находишься в зависимости. Какая бы это ни было, соцсети, наркотик, алкоголь. Следующее, вас влекут представители вашего пола. Когда ты имеешь интимные отношения со своим супругом, ты представляешь другого партнера. У тебя есть ненормальное сексуальное влечение. Следующее, вам снятся кошмары, кто-то преследует вас, от кого-то вы бежите постоянно, кто-то хочет вас убить. У вас есть суицидные мысли, вы хотите покончить жизнь самоубийством. Вы чувствуете демоническое присутствие, вы испытываете дискомфорт в церкви, вы спите в церкви, но можете часами сидеть на телефонах. У вас есть страх и, возможно, паранойя, то есть вы всего боитесь. Вам кажется, что за вами следят, знаете, подглядывают, и у вас страх от всего. Следующее, вы думаете, что вы недостойны, и Бог вас никогда не простит. Вы верите в эту дьявольскую ложь. Это ловушка. Кто-то себя протестировал? Будет время, еще можно будет прослушать. Следующее, я хочу просто дать практические советы, как вырваться из этих ловушек и как туда не попадать. Первое, если вы почувствовали, что вы в ловушке, надо осознать проблему и возненавидеть грех. Грех, он разделяет Бога с человеком, и Бог ненавидит грех. И грех как болезнь, и если ты чувствуешь, что ты болен, иди к врачу. Если у тебя болит зуб, это не значит, что он просто болит. Значит, там есть какая-то проблема. И если ты не пойдешь к врачу, то возникнет еще большая проблема. Если болит живот, это сигнал, что что-то там не так. Либо диету надо изменить, либо еще что-то. И знаете, некоторые люди, они не хотят оставлять грех, потому что он сладен, он приятен. И я хочу сказать одно, что Бог никогда не будет освобождать вас от ваших друзей. То есть, если вы любите грех, он не будет освобождать. Но если это ваш враг, и вы придете и скажете, Господь освободи, он освободит. Следующее. Покайтесь перед Богом, исповедуйтесь перед служителем. Покаяние – это не просто признание греха. Это желание оставить грех, развернуться на 180 градусов и идти к Богу. Просто питаться Богом. Псалтырь 31, 3. Когда я молчал, обетшали кости мои от вседневного стенания моего. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. 1 Иоанна 1, 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит от всякой неправды. Есть сила в исповедании. Не носите проблемы. Открывайте их перед Богом. Следующее. Номер 3. Прислушайтесь к своей совести. Будь послушен к Святому Духу. Знаете, этот Дух Святой говорит тебе, не иди туда, не делай, будь осторожен. Этот голос можно подавить. Представьте, что у вас есть машина, где есть сигнализация. И когда кто-то прикасается, когда кто-то хочет угнать эту машину, она срабатывает, начинает работать. Но в какой-то момент вам надоело это, и вы отключаете сигнализацию. И это большой шанс, что эту машину могут угнать. И вот точно так же работает Дух Божий. Он сигнализирует, он говорит, это опасность, не прикасайся, уйди. Но очень часто люди подавляют этот голос. Они отказываются подчиниться этому голосу. И в такой возможности, в таком примере, знаете, их просто грех поработит. Другой пример. Если вы положите руку на горячее, есть такое чувство самосохранения. То есть сработает инстинкт самосохранения. Вы отдернете эту руку. Почему? Это заложено природой. Но если ты не отдернешь, если у тебя этого инстинкта нету, и твоя рука будет лежать на горячем, то либо ожог будет, либо она сгорит. И Дух Святой, Он всегда предупреждает. Он говорит, убери эту руку, удали это вирусы со своей жизни. Следующий совет. Отрежь свою руку или вырви глаз. Матфея 5, 29 написано. Иисус говорит. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Друзья, если ты чувствуешь, что ты не сможешь, ты не можешь перестать смотреть, удали аккаунт. То есть, закрой этот аккаунт. Может, лучше потерять тебе несколько виртуальных друзей или там лайков несколько потерять. Меньше узнать новостей, чем быть зависимостей. Я помню, как 17 лет назад у меня была тарелка, у меня было очень много всяких каналов. И Бог просто проговорил. Он говорит, отключи, не смотри телевизор. Потом он говорит, не смотри новости. И я шутил, я когда-то прихожу в церковь. Я говорю, я не понимаю, что это такое? Дождь идет, идет, что это такое? А тебе говорят, ты что, не знаешь? Ураган идет. Знаете, друзья, я не знал. Я спал спокойно. Я не переживал. А люди вот эти все, все это время, они пребывали в тревоге и в страхе. Поэтому, друзья, если у вас есть тяга особая от ключи. Я когда-то начал замечать, что я начал тянуться к инстаграму. Ну, как бы так, зайдешь в новости посмотреть, смотришь, час-два проходит. И Бог говорит, удали. Кстати, вы замечали, как работает алгоритм, да, вот во всех вот этих аппликациях. Если ты чем-то заинтересовался, тебе начинают присылать больше, 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 пока ты это все-таки пойдешь туда. И я, допустим, на ютюбе очень часто у меня проповеди всякие, там, прославления. Кто-то прислал мне о собачках. И у меня потом пошли, одни собачки присылаются, знаете. Вот, поэтому проверьте свой ютюб, вот, или там история есть. И поудаляйте то, что вам не надо, потому что вам будут постоянно присылать. Еще один такой пример. Я очень много поиска делаю на телефоне. И там на гугл, когда заходишь, да, ты вводишь там информацию. И обычно ниже очень много новостей. И я начал замечать, что я начинаю читать эти новости. Потому что мне интересно, что происходит в Америке, что происходит в Украине. Я смотрю, я могу час их прочитать. Я понимаю, что я на новости. Во-первых, новости, она уже не новость. То есть это вчера была новость, а уже сегодня не новость. И ты не можешь повлиять на это. Поэтому я поставил себе просто такой там incognito mode. И если ты заходишь, то у меня там черный скрин. И только ввожу то, что мне надо. Я не смотрю вот эти новости больше. Кстати, еще один пример. Я был на конференции. И недавно один известный служитель, евангелист, он признался, что его Бог тоже обличил. И он говорит, я открываю церкви, я устраиваю конференции. Очень много людей приходит, кается, Дух Святой действует, получает исцеление. Говорит, но Бог показал мне, что я читаю Библию минут 20-30 перед проповедью. Но я могу на Инстаграме, говорит, провести 3-5 часов. И Бог просто обличил его. И он принял, он покаялся перед многими людьми. И он говорит, я отрекаюсь от этого диджитал-демон, как он назвал. Поэтому, дорогой друг, если что-то удаляет тебя от Бога, если что-то забирает твое время, отрежь, вырви, порви, порви эти отношения. Следующее – убегай. Такой совет. Вы помните пример Иосифа? Что он сделал? Убежал. Если кто-то принес мешок, и ты видишь, как этот мешок весь ворочается, и тебе говорят, там змеи, то не надо туда лезть. Потому что ты развяжешь мешок, змеи расползут, и они знают, поймаешь ты или нет, но покусать они могут многих. И вот если ты идешь по дороге, и с одной стороны скала, а с другой обрыв, то мой совет – приближайтесь лучше к скале, потому что очень многие ходят по краю. И я помню, я был на миссии, и со мной были ребята из Калифорнии, и они рассказали, что они на Арзиарах катались там в гористых местностях, и они не заметили, то есть они как бы ехали быстро по платой, они не увидели, как это, как это, Razor Plate, да, и оно сразу там упали. Они говорят, больше ста футов. И один человек погиб, второй очень сильно пострадал, просто потому что они не видели, просто потому что они не соблюли, просто потому что они гнали. Поэтому, друзья, будьте всегда поближе к безопасному месту. Поэтому, если ты увидел, что вирусы, убегай. 1 Коринфянам 6.18. Бегайте блуда. Вот все так, просто как в Телеграме, да. Я помню, я как-то готовился к поездке, я должен был проповедовать в одной церкви, как раз о моральной чистоте. И я помню, просто просматривал тоже Инстаграм, и какой-то там линк был на фильм. Я начал смотреть, и вы знаете, я буквально минута проходит, и я понимаю, что это порнография. То есть, это не то, что я искал, но это то, что мне прислали. Я должен ехать в другую церковь, проповедовать о моральной чистоте, и мне забрасывают такие блесны. И я понимаю, знаете, сразу такая, как дрожь прошла просто, я выключил все, я покаялся. Знаете, если ты что-то смотришь, и случайно попалось, ты не согрешил. Но если ты вернулся и смотришь, ты грешишь. Кто-то говорит, я сражаюсь с блудом. Знаете, я вам что-то хочу сказать, что ты блуд не победишь. И многие, если мы смотрим, даже персонажи библейские, они упали. Упал Самсон, упал Соломон, упал Давид, и ты упадешь. С блудом не сражаются, от него убегают. Следующее. Иди на войну. Вы помните пример Давида? Написано, это было время, когда все цари шли на войну. Но Давид не пошел на войну. И как бы был в безделье. Вышел, увидел, посмотрел, согрешил, потом еще согрешил. Ну, и потом пришла расплата. Поэтому, если тебе нечего делать, ты сидишь дома, посмотрел телефон, посмотрел еще чего-то, и ты попался. И самое интересное, что на тебя смотрят твои дети. И хочу сразу сказать, что воскресная школа за тебя воевать не будет. Это твоя война. Поэтому мой призыв, иди на духовную войну. Иди в служение. Едь на миссию. Иди на молитву. Иди на молитву. Может быть, с этого надо и начать. А на молитве ты будешь воевать уже. За себя, за дома, за своих детей. Давид согрешил, когда не пошел на войну. Он сидел дома. Иди на войну. Следующее, номер семь. Созидай свою семью. Притчи Соломонов 5.15. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца. Друзья, вкладывайте в созидание своей семьи. Последнее время очень много людей звонят и говорят, я так не могу, наша семья разваливается, мы хотим разводиться. И очень часто они нам звонят, когда уже все сгорело. Я говорю, вам надо было звонить, когда дым вы почувствовали. Когда сейчас одни остались, там обгорелые сваи, уже очень тяжело. Поэтому, друзья, проводите больше времени с вашими супругами, посещайте семейные семинары, ухаживайте друг за другом. Притчи Соломонов 5.18. Источник твой, да будет благословен, и утешайся женой юности твоей. Там еще ниже написано, но это домашнее задание. Следующее. Номер 8. Ищи духовной помощи и поддержки. Возможно, тебе понадобится молитвенная поддержка. Попроси людей, чтобы молились. Это нормально. Просто найди несколько человек и скажи, мне нужна молитвенная поддержка. Мы тело одно, мы созданы, чтобы помогать друг другу. Но при одном условии, что ты сам будешь молиться и сам будешь поститься. Потому что встречаются такие, знаете, молитесь за меня, поститесь за меня. А я говорю, а сколько ты постишься? Ну, мне здоровье не позволяет. Вот. Следующее – это будь подотчетен. Знаете, есть программы очень на компьютеры, на телефоны можно поставить. Допустим, covenant I, accountable to you. Это когда ты ставишь эту программу и даешь доступ для кого-то, для человека, которому ты доверяешь. И вот все, что ты смотришь, репорт приходит ему. И у меня есть несколько таких репортов, присылают. Поэтому меня, пожалуйста, не выбирайте. Вот. Но выберите другого, которому мы могли бы быть подотчетными. Это может быть лидер, это может у вас домашние группы. Просто скажите, у меня такая проблема. Помоги мне. Я тебе доверяю, чтобы ты все видел, где я живу, где я нахожусь. Следующее – если ты далеко зашел и сам не можешь освободиться, возможно, тебе нужна молитва внутреннего исцеления. И слава Богу, что в нашей церкви есть это служение, есть с опытом люди, которые могут встретиться, помолиться и ходатайствовать. Следующее, номер девять. Убирай свой дом постоянно. Мы знаем, что наши тела – храм Духа Святого. Я хочу сказать, что мы, наверное, все свои дома убираем. Есть такие, которые не убирают? Но я вам хочу сказать, если мы – храм Бога Живого, этот храм надо убирать в первую очередь. Заполняйте свой дом Словом Божьим. Слово Божье – это как вода. Живая вода, она будет очищать вас. Она будет наполнять вас. Она будет помогать вам. Она будет вашим источником любви, удовольствия, мира, мудрости. Знаете, слово оно очищает. Иоанна 8, 32 написано «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Наполняйтесь истинами. Следующее, проводите время, читая Слово Божье. Друзья, если вы сейчас просто проверите себя, сколько времени, сколько минут вы читаете Библию, и сколько часов вы проводите на интернете, вам сразу будет ясно, где ваше сердце, к кому вы служите. Проводи больше времени с Богом. Наполняй свой дом прославлением, славословием. Бог живет среди славословия. Я еще не видел человека, который бы прославлял Бога и при этом грешил. Друзья, наполните свой дом славословием. Начните петь. Начните, даже если у вас голоса нет, у меня нету голоса, но я люблю петь и славить Бога. И когда мы будем наполняться Словом, это все равно, что мы убираем. Когда мы славословим, это все равно, как аромат, который будет приятен и угоден Богу. И последнее, десятое, имейте общение со Святым Духом. 2 Коринфянам 3,17 написано Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы скоро будем праздновать праздник Троицы, Пятидесятницы. Это праздник Духа Святого. И Дух Святой мне показал как-то, как верующие относятся к этому празднику. Знаете, это как на Рождество мы достаем коробки с украшениями, мы наряжаем елку и потом прячем все обратно. И он проговорил, что очень многие так во время этого праздника они начинают обращать внимание на Духа Святого. О, это голубь, это огонь. Начинают громко молиться и проходит этот праздник. И все эти атрибуты складываются, засовываются куда-то. Он так хочет общения. Я хочу призвать, чтобы мы подружились со Святым Духом. Чтобы мы узнали Его поближе. Очень много ходят в церковь годами 20, 30, 40. Они не знают Духа Святого. Они не знают Духа Святого. Они знают о Духе Святом. Они думают, что Он, если молится иными языками, если Он громко молится, Он не знает Духа Святого. Знаешь ли ты Духа Святого? Пребываешь ли ты в Нем? Общаешься ли ты с Ним? Как часто ты общаешься с Ним? Очень многие хотят общения с Иисусом, но Иисус сказал, я пошлю вам другого, иного, точно такого. Если ты хочешь иметь общение с Иисусом, имей общение со Святым Духом. И может, ты пребываешь в компьютере, ты имеешь общение с соц.мидией, о Святом Духе ты только слышал, я хочу сказать, исполняйся Святым Духом, ходи в Духе, молись Духом, поклоняйся в Духе, имей общение со Святым Духом. И когда ты будешь пребывать во Святом Духе, Он наполнит тебя, Он защитит, Он оставит, Он даст тебе силу, Он даст тебе мудрость, Он даст тебе свободу, Он направит тебя к тому, кто может истинно освободить, к Иисусу. Потому что Иисус есть жертва умилостивления, Он есть источник вечного спасения. Иисус пришел, чтобы спасти народ свой от грехов их, чтобы отпустить измученных на свободу. Он успокаивает всех уставших и обремененных, Он пришел разрушить дела дьявола, Он тот, кто сказал, вся власть на небе, на земле принадлежит мне. И Он говорит, я даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю вражью силу. И Он сказал, ничто, ничто не повредит вам. Иисус, Он умер за тебя, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную, не отравленную, не в тюрьме, но жизнь в свободе, жизнь с избытком. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и Он сказал, прибудьте во Мне, прибудьте во Мне. А как узнать, если мы в Нем по Духу, который Он дает нам? А как узнать, если мы в Нем, мы будем делать дела, которые делал Иисус? Он сказал, прибудьте во Мне. Дорогие друзья, давайте встанем. И когда мы последуем этими советами, когда мы искренне откроемся перед Богом, сам Бог встанет на нашу защиту. Он сам Бог встанет на защиту наших семей. Он будет нашей огненной стеной. Он будет нашим фаервол, потому что написано Захарая 2,5. Я буду для Него, говорит Господь, огненной стеной, и прославлюсь посреди Него. Дорогие друзья, давайте молиться. Прямо сейчас, может быть, мы были открыты, может быть, мы наполнены этими вирусами, может быть, мы съели этот сыр, находимся, находимся в зависимости, находимся в клетках, может быть, наша жизнь, она нам не радостна. Снимите маски, снимите маски. Бог, Он Бог сердцевидец, Он видит Твое сердце, Он видит Твои дела. Я предлагаю сейчас молиться, и в первую очередь давайте ходатайствовать. Я верю, что вы знаете людей, которые находятся сейчас в проблемах. Давайте просто вместе объединимся в этой молитве, и мы просто вознесем их к Богу. Мы будем ходатайствовать, мы будем молиться, как когда-то ходатайствовал Авраам, как когда-то ходатайствовал Давид, как когда-то ходатайствовал Моисей. Бог ищет ходатая. Господь Продолжение следует...